здравствуй евгений мы на стенде дайсунг расскажи нам пожалуйста вашем стенде оборудование которое представлено здесь мы начнем потому что пойдем туда котлы дайсунг южно-корейские в россии они уже больше десяти лет это те же самые котлы селтик на том же самом заводе артерии все сделано только под маркой тайсунг на отдельной линии вот но это более традиционный скажем так не как селтик классе класс классе у него получается мокрый ротор у насосов вот вентилятор теплообъемник медный внутреннее подключение как у европейцев вот здесь книги подороже вот у него есть стабилизатор напряжения сухим ротором то бишь за счет этого трансформатора осуществляется стабилизация еще грубо говоря встроена до стабилизации напряжения если вдруг там перебой с электричеством или еще что но не во всех моделях я так понимаю присутствует вот класса а он насос сухим ротором то есть куда вода не попадает вот он сам теплообъемник как любит трубки все медные как и теплообъемник основной гвс теплообъемник медный насос и мне ваше нравится вот это именно конструктив магнитных мук скажем так интересное решение в принципе и в эксплуатации но единственная правда были случаи скажем так отлипания магнита мы этими как вами только с прошлого года света занимаемся поэтому пока еще на них нареканий не а там у нас что представлено здесь у нас представлены одноконтурные кондиционные котлы 4 капла в каскаде то есть сразу одновременно могут четыре котла работать там какое-то интересное решение в плане теплообъемника пойдем подойдем на просто так бросилась в глаза вот он теплообъемник одноконтурные снизу нержавейка да сам теплообъемник он вот здесь находится наверху вот эти электроды пульт управления вот он что еще сказать управление здесь и такие же медный пульт что-то какой-то программируемые здесь есть возможность или или мне кажется про программированный по температуре включил выключил а вариант с выносными пультами как скажем так на классе а такого здесь нету почему есть есть отдельно надо можно взять и именно грубо говоря вот ну фирменный дайсун придет да ну спасибо большое что до свидания